Всем привет! С вами магазин Горные Вершины, меня зовут Андрей и в этом видео я помогу вам разобраться с тем, что же такое трансмиссия велосипеда. Какие они бывают, как это все работает и из чего она состоит. Трансмиссия это совокупность деталей, которая позволяет передавать усилия от ног велосипедиста к его заднему колесу. Трансмиссия велосипеда состоит из система, которая по-английски называется кранксет и представляет из себя шатуны с набором ведущих звезд. Это может быть одна, две либо три звезды. Далее идет набор задних звезд. Это может быть кассета либо трещотка в зависимости от комплектации велосипеда. Собственно цепь, за счет которой происходит передача усилия от ведущих звезд к ведомым. Передние и задние переключатели, которые отвечают за изменение положения цепи на звездах. И органы управления трансмиссией, которые называются шифтеры или монетки. Глобально все трансмиссии велосипеда можно разделить на два основных типа. Это закрытая трансмиссия с так называнной планетарной втулкой, где весь механизм переключения спрятан внутрь самой втулки. И трансмиссия открытого типа, которая устанавливается на подавляющее большинство велосипедов и весь механизм переключения у нас перед глазами, его легко почистить и обслужить. И именно про открытую трансмиссию мы сейчас поподробнее и поговорим. Начнем с того, что эти трансмиссии можно разделить на два типа по их назначению. Это трансмиссии для шоссейных велосипедов и трансмиссии МТБ для горных великов. Основное их отличие будет в количестве зубов на звездах системы и кассеты. И это обусловлено тем, что для шоссейного велосипеда важна прежде всего скорость, а для горного велосипеда важна прежде всего тяга и крутящий момент. Для чего же вообще нужны передачные велосипеды? Они нужны для того, чтобы вы могли, изменяя предаточное число, сохранить оптимальную частоту вращения педалей, которая называется каденс, при различных условиях катания. Именно поэтому на велосипеды и устанавливаются различные сочетания звезд на системе и кассете. На системе это может быть одна, две или три звезды, а на кассете это может быть от семи до двенадцати звезд. В последнее время на современных горных велосипедах можно встретить трансмиссию с одной звездой на системе. Это обусловлено тем, что такое же предаточное соотношение, как и с тремя звездами на системе, можно достичь путем увеличения количества звезд на кассете. И поскольку задний переключатель трансмиссии работает гораздо быстрее и четче, чем передний, такая конструкция позволила отказаться от использования переднего переключателя в принципе, поскольку он является достаточно слабой деталью. Ну и как бонус мы получаем уменьшение веса велосипеда. Стоит заметить, что на такой трансмиссии с одной звездой на системе зубья этой звезды имеют особую форму для того, чтобы избежать соскакивания цепи с нее. Однако на трансмиссии шоссейного велосипеда такой трюк не пройдет, поскольку между соседними передачами очень большая разница в придаточном соотношении. И поэтому на большинстве современных шоссейных велосипедов используют систему с двумя звездами спереди и передним переключателем. Как же происходит само переключение передач? Для того, чтобы переключить передачу на велосипеде, нам нужно переместить цепь с одной звезды на другую. Для этого и существуют переключатели передний и задний. На заднем переключателе велосипеда существуют специальные направляющие ролики, которые путем натяжения или ослабления тросика изменяют свое положение относительно звезд кассеты и перебрасывают цепь на нужную нам звезду. Передний переключатель велосипеда представляет себе такую металлическую рамку, которая так же, как и задний переключатель, путем изменения натяжения тросика меняет свое положение над звездами системы и перебрасывает нам цепь. Ну а управление переключателями осуществляется с помощью монеток на руле велосипеда. Скорость и четкость работы трансмиссии зависит от ее уровня. Чем выше уровень трансмиссии, тем она дороже. Однако трансмиссии более высокого уровня изготавливаются из более качественных материалов, что в конечном счете влияет на их качество работы и долговечность. В качестве примера можно рассмотреть задний переключатель. Если это переключатель начального уровня, то он будет выполнен из листовой штампованной стали с большими зазорами и люфтами, куда может попасть грязь, в конечном итоге он будет быстрее изнашиваться и меньше вам прослужит. И напротив, детали переключателя более высокого уровня уже будут выфрезированы из куска металла, что обеспечит четкую работу, меньше люфтов и в конечном счете большую долговечность. Эти факторы очень важны в условиях гонки и в условиях экстремальной работы, например, в грязи и под нагрузкой. Отдельно хочу сказать про взаимозаменяемость деталей трансмиссии. Например, задний переключатель может быть несовместим с вашей монеткой на велосипеде или цепью и кассетой. Например, переключатель на 9 звезд не подойдет к кассете на 12 и даже может не подойти к монетке на 9 скоростей, если у вас такая стоит на велосипеде. И для того, чтобы подобрать правильную деталь для вашей трансмиссии, вы всегда можете обратиться к нам, мы поможем вам с выбором, а в нашей мастерской вы можете это все поменять. Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующие рекомендации. Если вы выбираете себе велосипед для спокойного катания по городу или парку, то вам вполне подойдет трансмиссия с тремя звездами спереди и 8 или 9 сзади. Она будет достаточно неплохо работать в условиях спокойного катания. Кроме того, проблем с запчастями и обслуживанием у вас не будет. Ну а если вы амбициозный райдер и планируете использовать велосипед в экстремальных условиях, в условиях гонки, то лучше остановиться на трансмиссии без переднего переключателя и с максимальным количеством звезд сзади. Велосипед с такой трансмиссией будет, конечно же, дороже, однако все это будет гораздо лучше, четче работать и дольше вам служить. Ну и, как всегда, если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете их написать нам в комментариях, позвонить на магазин и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. А с вами был магазин «Горная вершина», я Андрей. Всем пока!